Здравствуйте! Не устаешь удивляться неуемной энергии и бьющему через край креативу некоторых наших народных избранников. Так депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Ольшевских предложил недавно эту самую область переименовать. Референдум провести, ну все как положено, а проведение референдума совместить с выборами президента, которые состоятся в будущем году. По мнению депутата, референдум о переименовании позволит значительно увеличить явку избирателей. Интересная мысль, особенно если учесть, что выборы президента у нас всегда были самыми массовыми. Уральский избиратель свой гражданский долг соблюдает без всяких напоминаний. Уже и названий новому субъекту федерации придумано немерено. И Уральский край, и Демидовский край, и Бажовский. И сразу возникают вопросы, а почему не Строгановский, например? Строгановы для Урала сделали не меньше Демидовых. Один поход Ермака чего стоит? Без помощи Строгановых он вряд ли был настолько успешным. А как забыть творчество Мамина Сибиряка, которого еще при жизни называли певцом Урала? А первое российское золото? В общем, с названием возникает немало проблем. В год не управится. Что характерно, на заре перестройки, когда страну накрыла волна возвращения городам и весен их исторических названий, уже стоял вопрос о переименовании Свердловской области. Потом посчитали, в какую копеечку все это выльется, какую прорву работы надо провести. По смене всяких штампов, печатей, бланков и прочей канцелярии. Какая путаница при этом может возникнуть? И решили оставить все как есть. Потом была в начале девяностых идея создать целую Уральскую республику с собственной валютой. Уральский франк называлась. Интересно, почему не фунт или доллар? Но президент Ельцин эту инициативу мгновенно похоронил. Предлагалось еще объединить Свердловскую и Курганскую область. Но местные элиты этому резко воспротивились. И весь парк, как говорится, ушел в гудок. Как видите, время от времени история с переименованием Свердловской области всплывает из небытия. И можно было бы всерьез эту тему обсуждать. Если бы исправно работала у нас коммунальная сфера, в медицине был бы порядок, из ветхого жилья всех бы переселили, дороги бы ремонтировались вовремя и качественно. Одним словом, жизнь была бы настолько комфортной, что кроме переименования других проблем и не было. Ну, а вывеску поменять тут много ума не надо. Согласны? Тогда поживем пока в Свердловской области и от винта.